В связи с последними событиями на ряд банков накладываются ограничения и санкции. Были сначала первые, после признания ДНР и УНР, а после начала военных действий, второй пакет санкций, в который вошло и открытие. И у людей возникло много вопросов, сейчас я хочу на них ответить. Ну, сразу хочу сказать, не поддавайтесь панике. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Ну, смотрите, после признания ДНР и УНР, понятно было, что, значит, минские соглашения больше не работают. И, собственно говоря, были введены санкции на некоторые банки, их было всего немного. Это были, значит, Банк Россия, в котором обслуживается все окружение Путина. И принадлежит он, собственно говоря, Ковальчуку. Вот, банк, Генбанк, который обслуживает исключительно Крым. Не помню еще какой банк. И Банк Промстройбанк. Промстройбанк – это банк, который обслуживает Министерство обороны. Что я могу сказать? Что эти банки и так уже были отключены от Свифта, они сами отключились, и эти санкции, в общем, никак никого не коснулись. То есть, второй пакет санкций на крупнейшие четыре банка был направлен. И, в первую очередь, это ВТБ, о чем Байден сказал, и, значит, три других он не сказал. Но потом, значит, из публикации стало понятно, что это Банк Открытия, ВТБ, Банк Открытия, Совкомбанк и Новикомбанк. И, ну, я, вы знаете, нахожусь в брокере Открытия. Не сейчас, а обслуживаюсь, являюсь клиентом. И благодаря мне, в общем-то сказать, в открытие пришло, ну, более тысячи человек, я могу сказать. И люди мне спрашивают, они беспокоятся. И многие люди в панике, на самом деле, они спрашивают, всего у нас все конфискуют, там у нас все заберут. Ну, то есть, вот такие вот панические настроения. Сейчас я хочу просто навести ясность и сказать, чего коснутся ограничения, чего не коснутся, стоит их бояться или нет. Итак, смотрите, ну, я не зря сказал про первый пакет, потому что в первый пакет входит ПСБ, в ПСБ тоже есть брокер. И это банк, который обслуживает Министерство обороны, ну, в том числе, так сказать, можно там на очень выгодных условиях открыть обслуживание юридических лиц и так далее. И один из моих знакомых имел счет в ПСБ, он был очень довольный всегда. Вот, а тут мне позвонил после того, как ввели санкции и говорит, слушай, не работает приложение в телефоне. В телефоне не работает приложение после введения санкции. Вот, собственно говоря, все, никаких ограничений других нет. Он спрашивает, что делать, куда переходить. Я говорю, а что ты дергаешься? Ну, без приложения, конечно, плохо, но, собственно говоря, все остальное работает. После того, как были введены санкции против, в том числе, открытия, что происходит? И, ну, прежде всего, это банк открытия. Давайте я сейчас расскажу вообще взаимодействие банка открытия и кому он принадлежит. Банк открытия принадлежит на 100% Центробанку. В этом смысле он самый государственный банк вообще из всех банков, которые есть. То есть 100% принадлежит Центробанку в данный момент. И сейчас Центробанк ищет возможности, как его продать кому-то, но пока не находится. Ну, ни у кого столько денег, чтобы купить банк открытия. Ну, он настолько крупный. Вот. Далее. Банк открытия, в свою очередь, является 100% владельцем нескольких других организаций, в том числе открытия инвестиций, в том числе открытия брокер. То есть брокер на 100% принадлежит банку открытия, на банк открытия наложены санкции. То есть вот такая вот, как бы, ясность. Чем это грозит и как? Ну, давайте для начала я начну с банка открытия, конкретно совершенно. У меня, естественно, есть счета в банке открытия, их несколько. Там валютные счета есть, естественно, в долларах и в евро. И есть рублевые счета и есть карты. Ну, и, соответственно, я обслуживаюсь в открытии инвестициях. Итак, первое. Значит, приложение продолжает работать. Вчера где-то в 17 часов я пытался войти в приложение. Оно не работало. Было написано, что идет там какое-то техническое переключение, что до какого-то времени, не беспокойтесь, мы все, так сказать, решаем эти проблемы. Проблемы были решены. Вечером я приехал, он уже работал, то есть я был в Москве. И вечером, когда я приехал, уже приложение работало. И далее, значит, смотрите, Google Pay и Apple Pay собираются отключить. То есть в соответствии с этими санкциями должны отключить вот это вот приложение санкционного банка. Я вечером специально расплачивался именно через приложение телефон, через NFC. То есть там он через Google Pay идет у меня. Именно карта открытия зарегистрирована там, приложение кошелек. Я с успехом расплатился в двух магазинах и на заправке. Именно через NFC, то есть с телефоном. То есть через Google Pay. Понимаете, да? Ничего этого пока не отключено. Далее, значит, есть вероятность того, что вы не сможете... Ну, я боюсь, что это может быть ненадолго. И может быть, что отключат в ближайшее время, но пока не отключили. Очень может быть, что вы не сможете в Америке пользоваться карточками открытия. Такое возможно. Что точно нельзя будет с открытия, это сделать перевод по банковским реквизитам за рубеж со счета в банке открытия. Валютный перевод. То есть вы не сможете по банковским реквизитам перевести деньги в Америку. Как часто вы переводите деньги в Америку, я не знаю. Вот. Ну, боюсь, что не только в Америку, но и в другие страны тоже. Потому что, ну, этот перевод идет через SWIFT, и вот эти вот операции будут, ну, вероятно, заблокированы. Для конкретно банка открытия. Я говорю сейчас, скорее всего, то же самое ВТБ касается, но я говорю про открытия. Скорее всего. Я не знаю, заблокированы карты или нет. У меня дочь в Чехии, я хотел ее попросить, чтобы она воткнула карту в банкомат, но она заболела сейчас. Вот. И, в общем, у нее температура. Теперь далее. Ну, а далее уже давайте конкретику небольшую. Значит, про открытие брокер. И что будет с вашими акциями. Открытие брокер, естественно, значит, на часто задаваемые вопросы, там, естественно, разрывается служба техподдержки. Люди у меня в чатах спрашивают, что будет с нашими активами, как, что будет. Объясняю. Открытие выпустило. Я уже в чатах опубликовал вот это вот. Ответы на вопросы, часто возникающие. Отвечаю сейчас прямо. Доступна ли покупка и продажа российских ценных бумаг? Да, безусловно, покупка и продажа ценных бумаг доступна в полном объеме. Квик работает, ценные бумаги торгуются. Все как обычно. Вы ничего не заметите в этом смысле. Доступна ли покупка и продажа валюты на брокерских счетах? Вообще абсолютно доступна валюта на брокерских счетах. Причем здесь никаких ограничений на валютном рынке нет вообще. То есть он работает по-прежнему. Доступна ли покупка и продажа иностранных бумаг на СПБ, иностранных торговых площадках и ММВБ? Вот здесь немножечко интересней. Продажа иностранных бумаг на СПБ и ММВБ доступна в полном объеме. То есть если у вас на брокерском счете есть акции американские, ну или там какие-то валютные иностранные, то вы совершенно спокойно можете их продать. Продажа иностранных бумаг на иностранных торговых площадках недоступна. Что это такое? Ну это если вы через брокера получили доступ на иностранные торговые площадки. У меня такой доступ есть, но я им не пользовался, потому что для того, чтобы купить уже через иностранные торговые площадки, там нужно специально искать какой-то терминал или там... Нет, тот же КВИК на самом деле. Но там конкретно я должен для того, чтобы положить деньги на тот счет, на иностранные торговые площадки, я уже перевожу деньги через перевод SWIFT. А это сопряжено с комиссией там ну как минимум 20 или 30 долларов. Я этого не делал, потому что мне жалко 20 или 30 долларов за один перевод. И... Ну и сейчас все это заблокировано тем более. Теперь далее. Да, доступна ли покупка и продажа валюты? Ну валюта, как я уже сказал, доступна для покупки и для продажи. Что касается вывода валюты. В курсе биржи для чайников, когда я рассказывал про вывод, и конкретно про вывод валюты, я настоятельно рекомендовал выводить валюту в наличные, которые вы купили на бирже, на валютный же счет в банке открытия. Потому что это перевод внутри банка, то есть с брокерского счета на счет в банке открытия. И если у вас будет эта валюта лежать на счете в банке открытия, вы совершенно спокойно можете прийти в ближайший офис банка открытия и снять эту валюту наличными долларами. Здесь ничего не изменилось. Но когда я рассказывал про вывод валюты, я говорил, что в принципе вывод валюты возможен и на валютный счет в другом банке. Но при этом я рекомендовал этим не пользоваться, потому что такой перевод, такой вывод валюты с брокерского счета в Тиньков, он будет сопровождаться, конечно же, с вифт-переводом соответствующей комиссии, в 20 или в 30 долларов. Я рекомендовал этого не делать, чтобы не платить эту комиссию. Сейчас такой перевод недоступен. То есть он и был драконовский, я его не рекомендовал, а сейчас он просто недоступен. Вывод валюты на обычный банковский счет в банке открытия, из открытия вполне допустим. То же самое касается ВТБ. Я уверен, что вывод валюты на валютный счет в банке ВТБ, это внутри банковский перевод, он совершенно спокойно будет. И выдача валюты банкам тоже будет совершенно спокойно. И будьте спокойны. В этом смысле банк обеспечит достаточное количество валюты, если у вас большая сумма, просто надо предупреждать банк заранее. Ну и там как бы все как было. Не более 4 тысяч, насколько я помню, за день можно выводить долларов наличными. Снимать, а не выводить. Выводить можно сколько хотите, хоть 100 тысяч. Снимать наличные не более 3 или 4 тысяч. Если сумма больше, то надо заказывать заранее. И там будет взята дополнительная комиссия, как и было раньше. Вот. Теперь. Продажа про иностранные торговые площадки я сказал. Покупка иностранных бумаг через иностранные торговые площадки СПБ и ММВБ. На данный момент недоступна в открытии. То есть продать вы сможете то, что у вас есть, купить не сможете. Мы работаем над поиском возможного решения и восстановления этих операций и сообщим дополнительно о восстановлении этого функционала в ближайшее время. Я уверен, что решение будет найдено по покупке ценных бумаг. Но здесь есть нюансы. То есть, скорее всего, они будут храниться в специальном депозитарии, где не будет раскрываться информация о владельцах. Доступна ли покупка и продажа нот? Что происходит с выплатами купона? Смотрите. Ноты – это структурные продукты, о которых я так много рассказывал. И есть ноты, которые на российском фондовом рынке, есть ноты, которые на иностранных торговых площадках. Так на иностранных торговых площадках купить ноты нельзя. Но она в любом случае только для квалифицированных инвесторов, и вряд ли вы этим пользовались, и вряд ли вы от этого что-то потеряли. Продажа нот доступна в полном объеме. Покупка, ну как с иностранными акциями, собственно говоря. Хранение иностранных бумаг. На текущий момент все иностранные бумаги были переведены в депозитарии российской юрисдикции, что в сложившейся ситуации дает большую защиту и возможности по совершению сделок с активами. Я надеюсь, здесь предельно понятно. Можно ли переводить деньги между брокерскими счетами? Да, переводы между брокерскими счетами доступны в любой валюте. Могу сказать больше, я это делал в последние дни совершенно спокойно. Никаких ограничений. Доступен ли вывод денежных средств? Ну, я про это уже сказал. Доступен, пожалуйста. Доступны ли маржинальные сделки? Ну, это покупка иностранных ценных бумаг в кредит, например. Ну, или просто ценных бумаг в кредит. Доступно закрытие маржинальных позиций на СПБ, МВБ, по иностранным бумагам. На ИТП на текущий момент недоступны. По российским бумагам, с учетом ограничений на короткие позиции, введенные Банком России для всех участников профессионального рынка. Ну, то есть на общих условиях. На общих условиях. То есть, если у вас есть доступ к этому инструменту, если вы себя не ограничиваете, то, пожалуйста, вы можете этим пользоваться. Покупка и продажа доверительного управления. Операции по доверительному управлению с российскими иностранными ценными бумагами доступны в полном объеме. Ну, вот, короче говоря, так. Это через управляющую компанию, насколько я понимаю. Но мы настоятельно не рекомендуем покупать, продавать доверительное управление в иностранных бумагах до выяснения дополнительных деталей. То есть, доступно, но кто знает, что будет дальше. Вот, собственно говоря, все. Итог такой, что, скорее всего, из всех ограничений, которые есть, вы ничего не заметите. Просто срочный рынок работает в полном объеме. Ну, для всех доступен в полном объеме. Ну, и так далее. Сейчас многие могут написать мне, что ничего не работает, значит, иностранные ценные бумаги купить нельзя. Но это не связано с брокером открытия никак. Это связано с тем, что Московская биржа ограничила торговлю ценными бумагами иностранными, иностранными, которые зарегистрированы на Московской бирже, не на СПБ, на Московской бирже. И на Московской бирже торговля иностранными ценными бумагами начинается в 17 часов 30 минут в ближайшие дни. Почему? Потому что, смотрите, биржа фондовая в Нью-Йорке открывается как раз где-то, по-моему, в 16.30. Ну, вот написано в 17.30. И это сделано для того, чтобы, когда Нью-Йоркская биржа не работает, а люди могут совершать какие-то глупости и начинать массово продавать ценные бумаги американские, и здесь будет недостаточный спрос на эти иностранные бумаги, и есть вероятность того, что их цена обвалится буквально до нуля, потому что если вы выставляете сделку по рынку, а спроса нет, то, в общем сказать, появится спрос по цене 1 доллар, например, за акцию Apple, то сделка будет совершена. А этого допустить нельзя, естественно, потому что у вас будут огромные потери. Для того, чтобы оградить инвесторов вот от таких потерь, Московская биржа для всех абсолютно брокеров включила вот такое ограничение, что торги иностранными ценными бумагами будут проводиться только тогда, когда открыта торговля в Нью-Йорке, грубо говоря. Вот так. Что по СПБ, я думаю, что будет примерно то же самое. И вообще, когда я встречался с людьми, которые в руководстве СПБ находятся, они как раз на это акцентировали, что говорят, что ликвидность очень низкая до открытия биржи в Нью-Йорке, и там есть вероятность того, что они пытаются как-то это отследить, значит, пытаются быть маркетмейкерами, но, извините, 2800 бумаг, там, в общем, это достаточно сложно и требует больших средств от биржи, и просто, ну, биржа не может этого обеспечить, и поэтому вводятся вот такие вот ограничения. Собственно говоря, все. Но все ограничения, которые есть, которые вы встретите в ближайшее время, они вводятся просто биржей, просто биржей, никак не связаны с санкциями, просто потому что сейчас повышенная волатильность, люди подвержены панике, начинают продавать, потому что, ну, не секрет, что фондовый рынок просел, и многие говорят, а он еще будет падать, и давай бегом продавать по самой низкой цене. После того, как они продают, значит, рынок подскакивает вверх, и они, значит, рвут на себе волосы, зачем я продала и так далее. Не дергайтесь. Да, сейчас паника, да, сейчас многие, ну, рынок упал, но рынок имеет свойство и подниматься после того, как упадет. Дело в том, что предприятия продолжают работать, компании продолжают работать, Сбербанк, Газпром продолжают работать, несмотря на санкции, они пока о банкротстве не объявляли, что будет в дальнейшем, я не знаю, но пока компания работает и получает прибыль, акции будут чего-то стоить, и, может быть, прямо сейчас есть хорошая тема для того, чтобы купить эти акции. Вот, собственно говоря, и все. Когда надо покупать, я не знаю, потому что, ну, чем дешевле вы купите, тем лучше. Когда будет самый спад на рынке, я не знаю, но подозреваю, что он уже где-то близок к своей низшей точке. Вот, собственно говоря, все мои пожелания. Ну, а что будет с долларом? Я, наверное, сниму отдельное видео. Сейчас я могу сказать, что с долларом, судя по всему, ничего не будет. Доллар к рублю, можете успокоиться. Центробанк заранее готовился к всем этим событиям. Естественно, сейчас Центробанк просто проводит валютные интервенции. И я очень не советую сейчас спекулировать долларами, потому что поведение курса USD рубль не будет соответствовать никаким законам рынка. Вот так вот. То есть, когда вы видите, что доллар к рублю должен упасть, он вполне может вырасти. Когда вы просто полностью уверены, что доллар подорожает, вот у вас вообще стопроцентная уверенность, будьте спокойны. Центробанк обеспечит, что он упадет. То есть, рубль укрепится. У Центробанка денег хватит. Для того, чтобы проучить всех инвесторов и всех паникеров. Поэтому не паникуйте, спокойно ведите себя. Ну, а что будет с инфляцией, так это другой вопрос. Вот об этом я расскажу в другой раз. И на сегодня все. Поставьте, пожалуйста, лайк. Поделитесь этим видео со своими знакомыми, если они имеют отношение... Ну, если они клиенты банка Открытия, пожалуйста. Потому что люди хотят успокоиться. Ну, а на сегодня все. Лайк, подписка и до встречи. С вами был Деменков Юрий. Пока.